приветствую вас друзья с вами варчик вначале расскажу о том что леста анонсировала лбазе 3.0 называется она новые горизонты страница с таймером обновилась и там это появилось пока что кроме значка и название ничего не понятно также нас ждут новые награды а подробности будут позднее возможно 11 уровень 4 который называется объект 452 к советский тяжелый танк возможно будет за лбз 30 поскольку он один пока никуда не попадает я надеюсь что лбз а именно задачи будут адекватные но судя по тому что сколько лет дорабатывали прошлое лбз и там еще полным полно очень странных заданий то остается только надеяться но каких-то завышенных ожиданий я опять-таки не делаю я уверен что придурковатый задач будет много а также нет уверенности что главные награды потом позднее не понерфит поскольку такое мы уже вот недавно видели поэтому как новое какое-то событие новый контент новая какая-то цель в игре это окей но в этом есть конечно моменты не очень радужные но лучше пусть будет чем вообще ничего остается ждать только подробности но основная новость которую я в этом видео расскажу это натиск огненный медведь с 11 сентября по 23 октября шесть недель у нас будет чтобы накататься в этого огненного медведя в общем и целом можно будет кататься в натиск с 8 утра до 2 часов ночи если серваки менять 48 до 1 что нового в этом запуске наконец-таки раскрылась темная лошадка об этом уже известно давно cs63 вилк в магазине появится новый танк 10 уровня с уникальным 3d стилем особые эффекты отображаются только в бою орудие танка позволяет при выстреле отправлять в сторону врага сразу два снаряда газотурбинный двигатель с двумя режимами работы если посмотреть на параметры этого танка альфа 320 258 пробития бэбэшкой под калибром 315 орудие вниз опускается на 8 градусов две кассеты по два снаряда между выстрелами в кассете 05 перезарядка между кассетами 4 секунды то есть у нас получается барабан из четырех снарядов который разделен 2 по 2 точность 035 сведения 2 21 2000 хп какая-никакая там броня рикошетная как обычной cs63 единственно что тут вот эта кучерявая стрельба это конечно прикольно что тут два по два но реализация этих двух выстрелов будет чаще всего впритык это если вы заедете как-нибудь там сбоку или с фланга или закрутите соперника прям в уязвимой зоны раздавать два по два это конечно сказочная история поскольку после первого выстрела вряд ли за полсекунды у вас орудие сведется и вы второй раз стрельните нормально чаще всего второй снаряд будет лететь еще кривее 1 а у нас в принципе стрельба это что-то сказочное и легендарное и наносит урон только по праздникам когда сама захочет так что мне не особо вот эти вот пушки такие нравятся плюс тут есть еще turbo режим в котором орудие еще кривее но зато танчики ездит быстрее из-за чего на танк захочется поставить какую-нибудь турбину чтобы в этом режиме летать по карте и занимать ключевые точки также у нас пробить и специальным снарядом какой-то 315 очень русная в общем и целом такое альфа всего лишь 320 дпм 2486 да круто что барабан но барабан все равно тяжело реализуемый и дпм по сути слабенький максималка вперед 55 назад 15 в турбо режиме вперед 70 назад 20 смена режима включить выключить турбину 2 секунды и туда и назад обзор 400 единственно что это типа редкий танк в 3d стиле больше прям ничего такого невероятного я в нем не вижу для разнообразия тем кому хочется что-то новое попробовать ладно для всех остальных я лучше рекомендую взять концепт номер один американский тт 9 уровня он очень сильный и классный и уровень хороший 9 сейчас балансе прямо отлично непонятно конечно что будет потом когда 11 левел выйдет но в принципе то и для десяток тоже непонятно также еще китайская пт 10 уровня прикольный танк на вот этот вот c63 если у вас все есть хотите что-то новое мне кажется так надо располагать танки в очереди по потенциалу чтобы взять также впервые в мире танков а именно в режиме натиск появляется прогрессионный 2d стиль с активным визуальным эффектом получается это 2d стиль у которого есть анимация также есть еще в натиске изменения связанные с модификаторами боя увеличили хп ускорили подготовку снаряжения базовый обзор 275 метров также поменяли режим боя и ключевые позиции новый режим боя атака оборона некоторые параметры техники изменены за счет модификатора захватывайте ключевые позиции минный склад дымовой центр получаете преимущество активируйте соответствующие навыки минное поле и дымовая завеса очень много лет думали куда запихнуть дымы какие-то и вот наконец-то придумали как она все это будет играться с такими изменениями посмотрим я даже не представляю очень большие изменения наверное по крайней мере я так думаю также еще маленькую приписку тут сделали обратите внимание новый режим боя вводится в тестовом формате по итогам игрового события огненный медведь будет принято решение выборе типа боя для режима натиск короче экспериментируют на нас как на крысках различные награды в зависимости от того какой ранг вы займете медведями можно будет обмазаться снова до головы ну и также за монеты натиска можно будет получить три дня према копию прогрессионного 2d стиля с анимацией 2500 золота 5 резерв на кредиты универсальное пособие и впервые в игре я вижу фиолетовый прицел очень нужное оборудование поскольку в игре точности нет все киберспортсмены на турнирах катаются с оборудованием досылатель турбина закалка все просто игнорят эту точность стреляют на фулл голде в силуэт свертухи дальше там игра решает и нам выкатывают фиолетовый прицел которым будет пользоваться кто ну дай бог там некоторые танки может быть все таки требует какого-то прицела но как показывает киберспорт и нынешние тенденции игры досыл турбина закалка едешь с голды в силуэтом бахаешь дальше игра разберется разница между свелся и не какой поскольку ты если играешь на тяжи урон ты наносишь когда попадаешь в середину прицела в середину прицела ты попадаешь когда игра захотела и нет разницы свелся ты или нет от того что свелся вероятность попасть середину прицела не увеличивается просто кружок уменьшается и появляется вероятность что ты куда-то попадешь когда снаряд полетел не в середину но когда ты играешь на тяжи против тяжей и тебе нужно выцеливать маленькие зимы зоны это все чепуха это работает только против бумажных танков которые надо свести чтобы прицел был хотя бы внутри танка и все поэтому вот этот вот фиолетовый прицел это в натиске вообще смешно смотрится фиолетовая турбина закалка все и досылатель фиолетовый это все что нужно статистам и киберспортсменам вот эти вот прицелы ну иногда на некоторые танки можно конечно поставить но в целом как будто бы это оборудование не актуальная но слава богу что это не фиолетовая сетка в принципе в натиск раз в неделю зайти еженедельной задачи выполнить и забыть для этого режим в самый раз я уже давно в него не потею там на какие-то там позиции топовые или ран или еще что-то прошлый раз я за 100 боев дошел до золота кажется чуть-чуть оставалось чтобы перейти в следующий но я не стал больше играть поскольку я все еженедельные задачи выполнил и все остальное мне не интересно вообще какие-то там наградки получились и получились в целом серьезно играть на серьезных щах в такую выборную игру на результат не особо хочется поэтому когда играешь немного она не так сильно душит не так сильно напрягает поиграл сколько было интересно что-то там получил и ладно зачем там сильнее упарываться я лично не сильно понимаю на мой взгляд игра чрезмерно выборная чтобы относиться к ней серьезно вот такие вот у меня новости пишите свое мнение в комментариях сам бы варчик играть красиво всем удачного дня и пока удачного дня Продолжение следует...